Гостеприимный Дербент вновь распахнул свои двери для гостей нашей республики. Накануне в рамках третьего международного межрелигиозного молодежного форума делегация муфтиев и ученых со всей России ознакомилась с архитектурным наследием и историческими достопримечательностями самого древнего города России. Подробнее в материале Курбана Рагимова. По приезду гости первым делом прибыли на северное мусульманское кладбище Дербента. Здесь в особо почитаемом месте находятся 40 древних могил с подвижников правока Мухаммада, мир ему и благословение. Эта местность названа тюркским словом Кырхляр, то есть сороковник или просто сорок. Историк Мурадул Ададаев рассказал гостям, что Кырхляр – это могила шахидов, арабских воинов, которые в VII веке принесли ислам в Дербент и пали в бою с хазарами. Это очень прекрасное место, спокойное. Здесь есть какой-то сакинят, спокойствие, когда посещаешь это место. Конечно же, посещать такие места и такие макаберы очень приятно и для сердца, и для души верующего человека. Мы не должны забывать их асары, мы не должны забывать наследие, которое нам оставили. Следующим пунктом экскурсионной программы религиозных деятелей стала самая древняя в России и Европе джума мечеть. Народю с кладбищем Кырхляр она является одной из самых старых и важных для Кавказа исламских святынь. Старинное здание произвело незабываемое впечатление на всех участников экскурсии. Это тоже для меня, как для мусульмана важно, и как для историка тоже очень важно посещение этих мест, потому что я узнаю об истории этого региона, этой республики. Раньше я только читал это, в том числе и на арабском языке, и про Бабль-Абб, Дербент, и даже писал научную работу об этом городе и об этих народах, которые здесь проживали на арабском языке. И, наконец-то, я сюда приехал. После посещения важнейших достопримечательностей исламского мира, экскурсанты побывали в музей-заповеднике, который является визитной карточкой города Дербент, крепости Нарин-Кала. С ее стен открывается превосходный вид на ночной город, который по достоинству оценили абсолютно все гости. Участников межрелигиозного форума познакомились с богатой историей древнего города. Многие из них впервые оказались внутри Дербентской крепости. Впервые, получается, здесь? Да, впервые на Кавказе, впервые в Дагестане. Аль-Хамм-далля, то, что сегодня посетили, и кладбище, где сахабы похоронены рода Аллаху Анху. Это такое, знаете, каждый, наверное, думает о своем. Мне, например, представилось, насколько могли люди по призыву Аллаха, по призыву пророка Мухаммада, оставить свои семьи, отправиться сколько? Здесь тысяч, пять тысяч километров, да, грубо, до Мекки и Медины. И как это надо было быть настолько верующим человеком, чтобы оставить свои дома теплые, отправиться в неизведанные земли. Поэтому, знаете, больше ты представляешь на себя и понимаешь, насколько вера этих людей, она была сильная, она была могучая. Курбан Рагимов, Юнус Гитихмаев, телеканал МНТ, Дербент.